Всем здравствуйте. Эпопея с зубом закончена. Где он? Вот он. Нет. Вот он. Сейчас немного кровоточить. На. Неудобно. Крайне неудобно. Но будем привыкать. Только что пришел. Получается. Да. Зубы у меня менены. Отчет по зубам есть. Чеки есть. Теперь могу точно сказать сколько на зуб ушло. На зуб ушло у меня со своими деньгами. Ну я там тоже это конечно вкинул. И с вашими деньгами спасибо вам всем большое. Ушло 27 с половиной тысяч на один зуб и лечение другого зуба. То есть один зуб полностью вставить стоит 24 с половиной тысячи. То есть штифт, штифтовкладка, дорогущая, рентген и подготовка. 24 с половиной. Да. Деньги конечно такое себе. И это сделал один кусок хлеба. Который не стоит наверное даже 5 рублей. Один кусок черствого хлеба. Да. Два месяца я гулял без зуба. Ровно два месяца гулял без зуба. Пластиковый мне сегодня удалили получается. Удаляли очень больно. Я бы мог кстати с пластиковым ходить. Удаляли очень больно. Я думал мне челюсть вообще оторвут. Вот. И вот этот пришпандорили. На все про все ушло у меня полтора часа. Я там еще пописал немножко стихотворение. Получается вот так. Итак. Страдалец наконец-то отстрадался. Это первый страдалец. Второй страдалец, точнее страдалица, это у нас Украина. Да. Увы и ах, но она страдалец. Итак. Сейчас мы рассматриваем Украину. Я извиняюсь, я только что пришел, не пил вообще. Пытался сегодня до трех ночи выложить хоть одно видео. Вообще никак. Просто вообще никак не получается выкладывать. Я не знаю, что делать. Никак вообще не получается. Не получается. Видео грузят. Грузят видео. Вроде все нормально работает, но загрузить видео я не могу. То есть от себя вот загрузить я не могу. Никакого формата, ни в каком вообще это, ни в каком виде. Там 10 минут, 15 минут не грузят вообще. Останавливается 40-60 процентов. Я не знаю, что делать. Ну придется сегодня ночи ждать. Вы, наверное, это ночью увидите где-то часов может 5 по Москве. И уже будет все ясно. Чего да как. Ситуация у нас накаливается. Ситуация неразрешимая. Я думаю, неразрешимая. Только нужно эскалировать. То есть эскалация, эскалация, эскалация. С одной и с другой стороны. Вот тогда какая-нибудь одна из сторон дрогнет. Вот так. Так. Сейчас я, получается, руки помою. Полюбуйтесь пока на карты. Опа. Туз выпал. Нифига себе. А че он? Че он у нас выпал? Ну, я сейчас расклад буду делать на Украину. То есть карты я всегда, когда убираю в вот это вот портмоне. Танцую. Тусую. Почему туз выпал? Сейчас мы посмотрим, почему туз выпал. Буквально минуту. Вообще, как нужно смотреть видео подобного плана? Их надо включать фоном. Вы не всматривайтесь. Я сам буду говорить чего, как, куда и почему. Фоном включаете. И все. Можно в наушник. Без разницы. Блин, конечно, зуб это что-то с чем-то. Два месяца без зуба гулял, потом с пластмассовой штукой неделю. Ох, как же, как же неудобно. Он еще, он еще и давит, еще немножко кровоточит. Ладно, сейчас буквально минуту. Жди меня. Я вернусь. I'll be back. Субтитры сделал DimaTorzok. Почему у нас туз выпал? Ну, мы сейчас посмотрим с вами. Так. У меня уже накопилось 4 видео. Ничего не могу выложить. Вообще ничего. Не выкладывает и все YouTube. Грузит, грузит, грузит. Ролики грузит. Вроде все нормально. Но не выкладывает. Итак, мы сейчас смотрим с вами Украину. Страдалица. Страдалица. Да, страдалица. Карты сами. Сами уже говорят все за себя. Боль, мучения. Боль, мучения, страхи. Сочетание валет-дама. Это война. Продолжаться она будет. Ни одной положительной карты для Украины не выпало. Еще раз говорю. Ни одной положительной карты. Смотрим дальше. Мы сейчас еще и союзников посмотрим. Карты ложатся ровно, поэтому я долго не буду. Так, а что-то у нас тут такое. О, туз спрятался. Документ вижу. Документ в середине года. Иностранцы повлияют. Какая-то коалиция иностранцев повлияет на ситуацию. Сама Украина уже ничего не сможет сделать. Иностранцы повлияют. Также карта может символизировать весну. Это не лето, это весна. Четыре месяца. Где-то четыре месяца. Четыре. Январь, февраль, март, апрель. Март, апрель, смотрите. Март, апрель, май. Вообще всю весну там надо просматривать. Ситуация будет меняться. Иностранцы повлияют. Они должны повлиять. Новость о друге знакомого иностранца. Карты говорят, иностранцы должны повлиять. Знакомство с мужчиной. Мужчина поможет. Но от мужчины договор идет. Какой мужчина, я не знаю. Возможно, это иностранец. Трамп. Со стороны России мужчина. Помощь идет от него. Документ. Но документ, я сразу говорю, через мясорубку должен пройти. Мясорубка и все. Прокручивается. Мне вот эти вот карты не нравятся. Вот это, вот это. Дама с вальтом выпадали. Там война. Полная война. Полнейшая. Там удары будут. Это есть ссора из-за неверности. Что-то мухелянтов, да, много. Первые ухелянты, да, как-то называются эти уклонисты. Это первое. Второе. Внутри страны процессы будут протекать. Украина. Процессы неприятные. Но процессы закономерные. Это первое. Это второе. И третье. Иностранцы будут некоторые отсекаться. Отсекаться может что-то у иностранцев обнаружиться. Такое там махинации. Еще что-нибудь. Вот такое обнаружится. Далее. Ситуация начнет меняться весной. Весной. Не раньше. Что еще проходит? Плохие новости. Насчет договора. Есть от мужчины договор. От мужчины какого-то есть договор. Либо Трамп. Либо это от России какой-то мужчина будет. Договор есть, но договор отвергнут. Одна из сторон отвергнет договор. Мне туз не нравится. Туз потом будем разбирать. Это возможно применение ядерного оружия. А зависть плюсом успехом есть. Со стороны России король будет продвигаться. Перемирия не вижу. Перемирия нет. Не вижу я. Успех в делах будет. Нет. Только через мясорубку. Есть помощь только через очень большую боль. Это все будет достигнуто. Через очень большую боль все будет достигнуто. Карты плохие выпадают. Откровенно говорю. Плохие. Сейчас мы смотрим влияние вот этого вот мужчины. Иностранного, не иностранного. Короля червы. Король червы. Это не Зеленский. Это другой человек. Он по ту сторону находится границы. Где-то там. Король червы. Разбираем. Вот он выпадает. Смута. Почему-то либо он смута, либо нагнетатель будет. Вот. Он возможно будет противостоять королю. Король идет с Россией. С российской стороны. Это либо хунта, либо что-то в этом духе. Король будет продвигаться. Король будет продвигаться вглубь Украины. Где-то куда-то туда. Будет продвигаться. Украину, конечно, тут ожидает мясорубка. Вплоть до середины, возможно, следующий год полностью. Королю, возможно, будет нанесен вред по какому-то зданию. Король со стороны России, вот этот вот король боевой. У него будет нанесен вред. У него. Ему наносится вред от кого-то. Не знаю, от кого-то. Какому-то зданию, либо зданиям казенным. Это его здание. Возможно, что-то такое вот. Связанное с чем-то вот таким специфичным, государственным. Здания, возможно, пострадают. Что это значит? Это либо два, либо король будет эскалировать. Скорее всего, эскалация. Не два, не два. Если два выпадает. Нет, это, скорее всего, половина года даже. Король выпадает от короля. Я вижу, что будет помогать что-то Украине, там что-то будет, возможно, поставлять. Тут разговоры. Вот этот валет, он почему-то к разговорам относится. Вот разговоры у нас. Будет предложена дорога на разговор. Два разговора. Два разговора. Предложение есть? Нет. Никакой договоренности нет. И здесь у нас идет эскалация. Три даже разговора. Два разговора будут перед чем-то, перед каким-то крупным событием плохим. Два разговора ожидаются. Перед каким-то крупным событием Отказ от договоренности Почему-то плохо выпадает Выпадает валет, это плохо Это темные хлопоты Смута тоже возможно Договоренность С договоренностью На словах я тоже могу Много чего сказать Договоренность есть, я документа не вижу Эскалацию вижу Весна вижу эскалацию До какой степени Вплоть до применения Ядерного оружия Одной из стран Пока ядерки не вижу Ядерки пока не вижу Чуть подальше посмотрим Вторая половина получается Весны Вторая половина Весны пока нету Удар идет Вторая половина весны Удар Удар идет Он ядерный или нет Пока не вижу ядерный или нет Но там косвенно выпадает Где-то ядерка Как ее будут применять Это вопрос второй Так Король короче наводит смуту Где-то смуту Ситуация начинает эскалироваться Чтобы достичь каких-то результатов Король будет эскалировать Ситуацию Так А давайте посмотрим До какой степени Он будет ее эскалировать Должно так быть То есть Ну Так карты задают Они перепрыгивают Карты Перепрыгивают Зиму полностью Полностью Перепрыгивают Зиму Потому что договоренности нет После какого-то плохого Дурного разговора Будет эскалация Так Падает десятка Десятка Валет Это больше на весну похоже Удары есть Удары есть Удары идут После какой-то Напряженной беседы Король будет там Какую-то беседу вести Это весна Выпадают у меня Дальше Помощь у нас идет Украине Помощь со стороны Вот этого Червового короля Откуда он Я не знаю Может Трамп Может со стороны России Да Не удивляйтесь Со стороны России Непонимание Ссора с другом Так Сейчас мы просмотрим Ссору с другом Дорога К родственникам По неприятным причинам Здесь идут переговоры Скорее всего Ссора с другом Переговоры срываются Я не вижу переговоры Здесь переговоры Проигрываются Сторона очень близкая Вот он Валет Выпадает здесь Договоренности Нет Будет эскалация Сначала Эскалация Будет Россия будет Продвигаться дальше Здесь вообще Без всяких этих Я вижу Что продвижение Будет Еще группировка Есть у России Группировка Есть Но что-то Как-то Король Король вперед Король вперед Говорит Вперед Деньги Есть Деньги Есть Вот разговор Выпадает Скоро Скоро выпадает Но разговор В тупик Заходит Интересно Запасаемся попкорном Смотрим Чего там Да как Украина Переговоры Будут Но переговоры Зайдут в тупик Со стороны России Россия Что-то не хочет Переговоров Король не хочет Переговоров Вот переговоры Сначала Хороший Тон Два Два Переговоры Два Разговора Любовно Почитолюбовно Обман Дорога Есть Еще Еще Дорога Есть Туз Выпадает Дальше Здесь даже Показано Больше Дорог То есть Два Разговора Две Или Три Дороги Даже Ожидается Нету Договора Не выпадает Договора Договора Не выпадает Нету Договора Много Карт Выкинул Но здесь Тупик Идет Через Некоторое Время Разговоры Должны Должны Состояться Что-то В разговорах Не так Будет Что-то Не будет В тоне Посыл Не тот Будет В разговоре Что-то Вот Такое Что-то Такое Вот Неприятное Будет Очень Неприятное Напряженное Даже Так Короля Червового Просмотрел А сейчас Мы Россию Просмотрим Россию Просмотрим Отношения России С Украиной Что там У нас Будет Сейчас Посмотрим Мира Не ждите Перемирие Перемирие Фигня Полнейшая Перемирие Ерунда Перемирие А все равно Все равно Будет Продвижение Накопление Войск Все равно Это будет 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 Я даже Рассматривать Не буду Будет Перемирие Фигня Полнейшая Там Даже Рассматривать Не буду А заключение Мира Ну-ка Что-то Все равно Как-то Такси. Все равно смута будет. Смута остается все равно. Как ни крути, дама пик выпадает и все. А если будет разгром одной из сторон. Вот разгром полный одной из сторон. Сейчас посмотрим. Разгром одной из сторон. А, тут уже вон как карты показывают. Иностранцы. Тут иностранцы идут. Я не знаю с какой стороны иностранцы. Вот почему-то удар. Иностранцы удар. Опять какое-то здание фигурирует. Разговор напряженный. Между двумя девятками. Какие-то увечья, увечья, причинение вреда идет. От карты плохие выпадают все равно. Вот насчет разгрома одной из сторон. Да, может быть заключен мир. Заключен мир, король. Да, у нас тут. Я все равно мира не вижу. Все равно какая-то смута идет. Я больше ставку делаю на то, что будет разгромлена одна из сторон. При помощи ударов. У меня удары идут. Удары, сочетание ударов. Сейчас мы смотрим Россию. Разговор будет зубастый. Зубастый будет разговор. Ох, Россия. Зубастый разговор какой будет. Ох, зубастый разговор. Ох, Россия, конечно, накопила сил. Ох, накопила сил. Зубастый разговор со стороны России. Кто вам говорит, что у России нету сил? Живая сила есть. По крайней мере, вольтов. Он вольтов много достаточно выпадает. Сколько у России сил сейчас? Поглядим. Хотя бы приблизительно. Сейчас я просмотрю. туз пик. Я, конечно, не буду комментировать туз пик. Но карты намекают. Я промолчу. Я спрашиваю, сколько сил у России. Карты мне говорят другое. Туз пик означает другое. Обман идет. Сколько сил? Обман. Карты не говорят, сколько сил. Туз пик опять выпадает и все. Я не буду комментировать туз пик. Но карты говорят, что завершение зависит от туза пик. Завершение конфликта зависит от туза пик. То есть это полный разгром одной из группировок. Либо Россия, либо Украина. Еще раз говорю. Карты другого не говорят. Вообще. После короля будет договор. Россия, король, договор. Либо материальный, либо какие-то хлопоты. И вот король выпадает. После договора, возможно, после договора будет король. Возможно, король подпишет этот договор. Но это после короля будет. После короля Треф. Я не вижу, чтобы здесь король Треф подписывал договор. Где-то в стране. Не вижу, чтобы он подписывал договор. Конечно, он может подписать. Что-то у меня такое ощущение, что он не подпишет. Где-то ездит король Треф. Где-то ездит. Вот он ездит где-то. Он ездит где-то в стране, я так понимаю. Король Треф. Давайте так. Олицетворение короля Треф. Ладно. Зубастый разговор. Компромиссов нет. Далее, что у нас. Приобретение в дар. Территории должны отойти России. Карты говорят. Территории должны отойти России. Это посыл, который вот содержит восьмерка. Территории наши. И это плюсом еще признание, я так понимаю. Признание этих территорий. Что еще выпадает? Проблемы на работе. Увольнение. Помощь от молодого человека. Усугубление ситуации идет у России в финансах. Финансовый вопрос. Экономический вопрос. Будет выдавливать людей. Ну, выдавливать, как это сказать. Вот, идти туда. Сами знаете, куда. На СВО. Мужчины пойдут. Увольнение равно вот то, что вот с экономикой плохо. Единственный заработок только остается. У меня так карты проигрывают. Я не знаю. Начало года. Вот, пожалуйста. У меня карты так проигрывают. Я сам не это, не черпаю нигде информацию. Беседа о чужих дел. Переговоры. Переговоры. Идут переговоры. Я в тупик заходит, сразу говорю. Тупик полный. Дама пик. 10 пик это удары. Дама пик злой урок. Я не вижу, что будет подписано. Переговоры. Хорошие новости. Ну, если согласятся на условия России, значит, злая старуха и потеря. Потеря чего? Потеря чего ожидается? Можно узнать. Ой, что-то деньги с деньгами очень большая проблема будет. Что-то как-то с деньгами две карты денег больших выпадает. Срок. Ну, это осень вроде как. Конец лета, осень. Должно быть. А если быстрее будет? Лето. Очень большие проблемы с деньгами будут. В России проблемы с деньгами. Это правда. Разговоры об этом ведутся. Материальные хлопоты пока вроде более-менее. Но летом ситуация плохая. С деньгами плохо в России. Насчет того, что там разгром одной из сторон. Россия, Украина. Здесь больше идут проблемы материального плана. Карты показывают, что разгром одной из сторон нужен. Россия будет стремиться разгромить Украину. Со стороны Украины помощь идет от какого-то короля червы. Но Украина не самостоятельная. И она будет терпеть такую мясорубку. Просто такая мясорубка будет. Это будет испуг. Это сочетание испуг. Испуг вообще вот такой характерен для смерти. То есть это то, что оставляет на психике очень большие шрамы. Да, Украина, конечно. Отступление будет. Отступление будет. Формирование новых каких-то бригад. Старые будут подвергаться налету. Так, Россия. Страх для России. Может что-то обозначать? Этот страх, вот великий страх. Может обозначать? Ну вот, переговоры. Страх для России может обозначать, что принудят. Я так понимаю, принудят к чему-то подписанию. К чему-то принуждение идет. Тон, тон какой-то, вот тон разговора плохой. И почему-то есть и болезни, либо увечья. Опять валет пик эскалация. Страх Украины. Это испуг смерти, испуг потерять все. Страх России, подписание договора невыгодного. Причем и одна, и другая сторона как-то вот они не очень выглядят, откровенно говоря. У России больше ресурсов людских. Да, людских ресурсов много. Проблемы с деньгами есть. С деньгами большие проблемы. Украина. Украины меньше людей. Отступает. Страх. Большой страх. Но, украина есть какой-то союзник, король червы, который может ситуацию порешать. Но это будет не скоро. Это будет весна-середина. Эскалация идет весна, вторая половина весны. Вторая половина весны, даже больше. У России проблемы. Лето. Деньги. Больше ничего не вижу. Договор вот он маячит. Но когда он будет подписан, я не знаю. Но будет он подписан после какого-то очень большого страха. Я не знаю, на кого страх выпадает. Вообще, вот эта вот линия соприкосновения, она и Украина, и Россия. Страх какой-то выпадает. Увечья. Разговор идет потом. Чисто конкретный разговор идет. Получается договор. И у одной из сторон начинается смута. Все, что могу сказать. Просмотр Украины закончен. Это моя трактовка. Спасибо, что смотрели. Спасибо большое всем за зуб. Нет, серьезно. Спасибо большое. Никогда не думал, что я пожертвованиями, донатами накоплю себе на зуб. Буду привыкать. Буду свыкаться с потерей. Хоть и не настоящего, но уже родного зубика. Буду беречь этот и все остальные. Не болейте. Надеемся на скорый хороший исход. И король выпадает. Скоро, скоро где-то вот здесь король должен разговаривать, переговоры вести. Нет, не подпишет. Король червы должен подписать. Смута идет. Смута, удары. Потом король червы будет в какой-то вот у нас момент в стране. Что-то как-то вот у нас в России не очень как-то будет. Может много военных будет. Что удары какие-то там еще десятка пик почему-то мелькает. Удары почему-то вижу я. Все. Погадал. Спасибо, что смотрели. Уже и так сказал больше, чем нужно. Спасибо, что меня терпели эти полчаса. Надеюсь, видео выложу. И оно будет в сети. Спасибо. Удачи. И до свидания.